День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор» Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев И поступаем мы с вами по принятому нами порядку То есть, я приму один вопрос в начале нашей передачи И дальше начну снова разворачивать, вернее продолжу разговор по поводу диабета Тема невероятно трудная Поэтому я очень бы хотел, чтобы вы очень внимательно ко всему этому отнеслись А сейчас я хочу, чтобы вы для себя приняли вот какое, ну как бы задачу, что ли Как задание, которое нужно будет каждый раз выполнять тогда, когда мы с вами встречаемся Скажем, по субботам в 11.15 у нас с вами начинается программа «Семейный доктор» И я прошу, чтобы перед вот этой самой передачей вы сделали вот ту самую процедуру, о которой я вам рассказывал в одной из передач Видите, вот таким вот образом надо будет из стаканчика в стаканчик перелить воды перед началом передачи Да, и сделать это надо 10 раз Вот я уже два сделал, для чего? С тем, чтобы вот этот вот стаканчик перелитой воды, перелитой воды вы чистой И вы в течение вот той передачи, той встречи, пока мы с вами разговариваем, вы выпивали Вот это очень важный момент Почему я вас об этом прошу? И вообще, что это за вода? Дело все в том, что нынешнее время оно характеризуется тем, что, к сожалению, у человека недостает кислорода Для обеспечения всех окислительно-восстановительных процессов внутри нашего организма Для получения той самой энергии Это связано с огромным количеством факторов Не только, так сказать, тем, что в воздухе его недостаточно Достаточно О том, что наш организм, к сожалению, великому Не до конца использует тот ресурс, который дает ему природа Особенно это связано с недоразвитием и с изменениями, которые человек накапливает в сосудистой системе Особенно в ее микрочасти И таким образом количество кислорода, которое приходит к клетке, снижено И это отмечается сегодня везде Точно так же, как отмечается резкое снижение нормального состояния крови Увеличение вязкости Причем значительное увеличение вязкости крови Изменение ее текучести Так и даже по этим причинам недостаточность кислорода А почему надо вот таким образом перелить стакан? Ну, очень многие знают, что для того, чтобы, скажем, ваши рыбки в аквариуме чувствовали себя хорошо И чтобы у них было достаточно кислорода для дыхания Нужно обязательно периодически включать вот этот маленький, что называется, кислородовод И пробулькивать эту воду в аквариуме Вот эта струйка пузырьков проходит потихонечку И насыщает таким образом Меняет и динамику, и энергонасыщенность воды И, ко всему прочему, насыщенность кислородом Вот то же самое мы делаем тогда, когда мы медленно переливаем воду из одного стаканчика в другой Вот и теперь, значит, надо будет эту воду нам с вами попить Она даже вкус меняет совершенно другим Совершенно иначе по своим ощущениям вкусовым Алло, я слушаю Алло, здравствуйте Здравствуйте Анатолий Фимович, у меня такой вопрос Я программой занимаюсь второй год Да У меня диагноз ревматонийный полиартрит Да Ну, сейчас, как бы, я пришла в норму Но, если коротко сказать, то начала спокойно жить Ну, уже хорошо Да И вот сейчас у меня произошли такие большие, как бы сказать, очень сильные выбросы на кожу Ага И вот зуб невозможный, уже не знаю, что делать Посоветуйте, как быть Пожалуйста, есть такая... Простите, как вас зовут? Вика Вика Значит, тут вот есть два способа Где вы живете? В Алма-Ате В Алма-Ате В Алма-Ате этот продукт есть Значит, я имею в виду шумгитовую пыль Шумгитовая пыль есть Вот я смазывала цинковой мазью, смешивала и смазывала, наносила Нет Ну, как бы, не очень еще, ну, я не знаю, может быть, мало времени Только в третий день мажу Вы сделаете вот какую вещь? Вы возьмите траву, которая называется череда Так Череда, она в аптеках, по-моему, у вас есть в Алма-Ате Да, да Череда И, значит, сделайте отвар так, как там написано прямо на упаковке, да? Да И вот этот, ну, сделайте его побольше, скажем, там пол-литра или литр Вот череды травы И, так сказать, вот этот вот настой отцедите от травы И им залейте шумгит Шумгитовую пыль? Да Сделайте вот такую вот воду на шумгите, да? И вот этой вот настойкой вы протираете вот там, где эти выбросы изут Вы абсолютно правильно, так сказать, понимаете Это практически вот через такие выбросы проходят практически все, кто занимается борьбой с полиартритом ревматоидным Понимаете? Потому что тут ситуация такая Лекарств от ревматоидного полиартрита нет, как вы знаете, да? Есть только противовоспалительные, которые, безусловно, помогают нам жить Но излечивают, не излечивают Это аутоиммунитет А второе, что помогает Второе, что, ну, в современной медицине используется для помощи ревматоидному полиартриту Это было у нас Геннадий Александрович Коновалов, как вы помните, это плазмаферез Так сказать, но он опять же не решает проблемы до конца Не получается оно так И вот тогда, когда человек начинает, наконец, заниматься собой сам Выставлять свой собственный организм Вот тут начинаются выбросы тяжелейшие Это остатки от лекарств, которые недовыделены организмом, остались внутри него Это продукты собственной жизнедеятельности Это те шлаки, которые накопила печень, остатки, да? Вот это всё начинает выкидываться через кожу И появляется зуд Потому что в этом составе вот этих вот токсических накоплений Есть, так сказать, достаточно большое количество кислот И вот эти зуды, и всё, так сказать, определяются этим Поэтому самое лучшее – это ванна с морской солью Можно не обязательно, чтобы там были 10 килограмм соли Нет, достаточно одного килограмма Шунгит, который очень хорошо помогает в этой ситуации Потому что он зуд снимает очень хорошо И можно объединить вот череду с шунгитом И этот эффект тоже даёт Причём эта губочка можно 2-3 раза в день вот этим настоем просто себя протирать Особенно вот те места, в которых особенно это происходит Понимаете? И обязательно в это время нужен сорбент Но сорбент вот активированный уголь на ночь Да, пожалуйста, можно активированный уголь, можно энтеросгель Любой сорбент в этой ситуации, безусловно, вам будет помогать Потому что это просто надо помочь организму снять вот эти напряжения, связанные с жизнью нашей печени Она, как и самый большой фильтр в нашем организме Она оставляет внутри себя очень много А потом начинает, кожа включается в этот процесс тем, чтобы очистить организм Иногда начинается такой, как вам сказать, жидкий стул Диарея сегодня такая одна из особенностей жизни современного человека Понятно? Да Ну а вот эта цинковая мазь, шунгитом, если её наносить, это нормально? Нормально абсолютно, потому что цинка нам не хватает Цинка – очень хороший микроэлемент, без которого нам с вами очень тяжело жить Во-первых Дело в том, что я как бы вот уже сегодня так напугалась Потому что где чуть-чуть, если почешешь такой зуд, прям получается как валдырь И вот он как оттуда как будто жидкость какая-то выделяется Ну вы знаете, что давайте шунгит Но я не думаю, что это цинкс Я бы вам сейчас посоветовал, учитывая вот эту ситуацию Ну, во-первых, просто денька два-три резко сократить ваш рацион Не есть И воспользоваться все вот эти вот три-четыре, два-три дня сорбенты Два раза в день Ага, понятно Отёков ведь нет? Да как будто бы есть слегка Где отёки? В каком? Где? На кисти, вот, кисти рук Нет, вот носоглотка не отекает, не перехватывает здесь? Нет, нет А, ну, значит, понимаете, какая штука Я просто беспокоюсь с тем, чтобы это всё-таки Пытаюсь понять, не аллергическая ли это реакция на что-то Насколько я понимаю, вы не аллергик Ага А сколько я понимаю, вы не аллергик? Нет, нет, нет Да, вот, пожалуйста, давайте так, да Сорбенты Ванна с морской солью Которая, так сказать, ну, просто очень поддержит хорошо кожу Да Тут не надо ни горячих, должна быть комфортная температура в ванной Да, вот специально там горячих каких-то этих не нужно Потому что горячие ванны усилят этот выброс И боюсь, что вот эти вот реакции будут сильнее Понятно Каменный соль можно? Можно, конечно, можно Ну, всё, спасибо тогда, Антоник Ну, не на чем Не на чем, удачи вам Удачи вам Так, друзья мои, ну что же Мы как бы наше первое правило Выполнили И теперь переходим к нашей теме, связанной с диабетом Ну, прежде чем мы перейдём к К теме, связанной с диабетом Я хотел, так сказать, напомнить вам то, о чём я говорил в прошлый раз В прошлой передаче Дело вот в чём Друзья мои, ну, хорошо Вы, так сказать, будете дозваниваться до меня Звонить по этим телефонам И спрашивать, как, почему, так сказать, нет архива передач Они же всегда были, а теперь их нет Друзья мои, я уже в прошлой передаче сказал О том, что архив есть, передача на СГУ-ТВ Причём этот архив за все годы выхода программы Семейный доктор здесь на телеканале По всем темам, которые мы с вами затрагивали Он весь есть Единственное, изменились Изменились правила Пользования этим архивом Но, к сожалению, время диктует условия, так сказать, нашей с вами жизни А не, так сказать, наша с вами прихоть Поэтому сегодня для того, чтобы, так сказать, вот этот весь архив посмотреть Нужно просто выйти на сайт Да, в интернете На сайт СГУ-ТВ Или просто набрать СГУ-ТВ и выйти на, так сказать, вот сайт телеканала И там есть архив Если вы хотите воспользоваться этим архивом Нужно зарегистрироваться обязательно Вот эта регистрация будет стоить вам 40 рублей Да, и после этого, пожалуйста, вы, так сказать, пользуетесь архивом Столько, сколько вам нужно Вот от этих денег зависит, извините, наша с вами, так сказать, жизнь Я не имею в виду, так сказать, зарплату там или что-то Я имею в виду существование самого телеканала СГУ-ТВ В какой-то части она зависит и от этого Именно поэтому, так сказать, к сожалению, сегодня возникают вот такие правила Да, вот регистрация стоит 40 рублей И, так сказать, после этого вы пользуетесь этими материалами И не только программой «Семейный доктор», естественно Вы можете пользоваться справочными, информационными, практическими материалами, идеями и методиками Которые есть не только в «Семейном докторе», но, скажем, и в каких-то других программах СГУ-ТВ Так что, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы Телефон известный 727-12-90 727-12-90 Я повторяю 727-12-90 И что касается дисков с монологами о здоровье Ну, вот я имею в виду вот эти диски наши, которые потихонечку мы готовим Вот это вот передо мной сейчас пятый выпуск Он посвящен псориазу Вот, значит, соответственно, 727-12-90 Пожалуйста, звоните Дело в том, что Вот то, о чем мы говорим с вами сейчас Разбирая проблему, связанную с развитием, с диабетическими проблемами человеческими Понимаете? Включает в себя практически все Практически все Понимаете? Вот как-то мне казалось, что псориаз, вот он потому-то и стал монологом о здоровье Пятым монологом о здоровье Включает в себя все Но когда так по-настоящему, так сказать, вот сейчас проанализировал, готовясь эту проблему, готовясь к нашим с вами беседам Я понял, что, наверное, диабет представляет собой фантастическую совершенно квинтэссенцию человеческих проблем, связанных со здоровьем И поэтапно мы с вами практически коснулись всех Вот понимаете, псориаз приводит к псориатическому артрозу Вот вчера я, так сказать, разговаривал с одним из жителей Нью-Йорка, который обращается к нам, так сказать, за помощью с точки зрения развития псориаза и псориатического артроза И теми нарушениями сосудистой системы, которые возникают при псориазе Понимаете? А диабет, вот как бы оставаясь таким вот, такой патологией Врождённой, неврождённой, благоприобретённой, инсулинозависимой, неинсулинозависимой Это проблема, которая в первую очередь разрушает систему организма Организм наш как систему Начиная с сосудистой Начиная с сосудистой С крупных сосудов, средних сосудов, мелких сосудов Начиная отсюда Потихонечку начинают отказывать печень, кишечник Отказывают почки, отказывают ткани Вот всё И вот такое навершие проблем, которые возникают при диабете Это диабетическая стопа и, так сказать, всё, что происходит дальше Включая ампутации и прочие Очень неприятные вещи Поэтому, пожалуйста, будьте добры Я почему об этом говорю? Потому что, вот, разбирая саму проблему диабета Я тогда должен, вообще-то сказать, заново сформулировать все наши идеи Но они уже изложены, они есть уже в монологах вот этих о здоровье Да, вот и первый, и второй, и третий выпуск практически Они посвящены вот таким вот изменениям общим в структуре организма С которыми надо как-то справляться И есть свои схемы Они похожи Но есть свои виды изменения там Вот почему я обращаю ваше внимание на это Иначе мы диабет с вами не закончим до самой весны Значит, соответственно, справки по этим налогам о здоровье По телефонам 727-1290 Всё, закончили на этом А сейчас, пожалуйста, с диабетом Итак, мы с вами Я буду говорить, пожалуйста, проверять ваши записи Первое Я обращал ваше внимание на воду И именно поэтому я сегодня хотел вам напомнить о том Что мы должны делать каждый день с водой С тем, чтобы два стаканчика такой вот воды в день выпивать Это очень важно Это та самая вода, которая показала совершенно замечательные результаты В опытах, экспериментах, которые проводились ещё в середине прошлого века То есть где-то в 60-е, 70-е годы Даже раньше прошлого века Тогда, когда достаточно было, так сказать, вот такой Даже полстаканчика такой водички Резко меняло ситуацию в нашей крови Когда разрушались вот эти вот монетные столбики склеенных эритроцитов Когда крови возвращалась нормальная текучесть Когда кровь насыщалась кислородом И тогда, когда и человек сразу начинал себя чувствовать совершенно иначе Поэтому, так сказать, будем рассматривать вот эту воду Как некое лекарство Некое лекарство Я ещё раз подчёркиваю Оно не определяется симптоматически Оно просто помогает нам с вами Восстановить нормальную структуру жизнеобеспечения Потому что кровь – это питание Потому что мы как бы всё время об этом говорим Но я, к сожалению, забываю сказать ещё о том Что кровь – это ещё и очищение организма Потому что, если вязкая кровь То вот тогда надо говорить о реке веговском Зашлакованности организма Она не способна обеспечить очищение организма Вот в чём вся штука Вывод собственных шлаков и собственных токсинов Продуктов метаболизма Продуктов нашей собственной жизнедеятельности Жизни наших клеток Вот в чём дело Нет у нас с вами, так сказать, нормальной текучести Всё, нормальная кровь Значит, мы с вами начинаем потихонечку задыхаться и гибнуть Понимаете, а это одна из причин развития Колоссального количества проблем В том числе и диабет Это первое Значит, мы с вами договорились Это вода Да? Кроме того, что вы должны в день выпивать 2-2,5 литра воды Значит, соответственно, 2 стакана вот такой воды обязательно Теперь второе О чём мы с вами договорились Да? Это вот это Мы с вами подключаем сразу Значит, договорились с вами о том, что мы ни в коем случае не корригируем диету Которую вы обязаны соблюдать Обязаны соблюдать Единственное, я вас попрошу Если у вас есть лишний вес А у диабетиков Диабетиков, ну, в процентах 80, наверное Лишний вес присутствует И он усугубляет эту ситуацию Да? И, казалось бы, так сказать, ну, совершенно как бы безвыходное положение Потому что врач, с одной стороны, абсолютно, как вы справедливо говорите, что голодать вам ни в коем случае нельзя Нужно есть и есть по особому режиму Лучше, если это будет дробное питание Да? Рекомендуется продукт определенный Всё, оно так есть Но, понимаете, так сказать, вот вы, как правило, едите там пять раз в день И при этом там четыре, три-четыре раза вы едите, что называется, по полной программе Значит, первое требование Второе требование после воды Которое, так сказать, я настоятельно продвигаю к вам И это сократить количество принимаемой пищи в день Соблюдая все физиологические нормы С тем, чтобы было достаточное количество и белков, и углеводов Всё, и жиров Достаточное количество Потому что при диабете это очень важно Вот этот баланс физиологический соблюсти Да? Обязательно Сократить на 25% Сократить количество принимаемой еды на 25% На четверть Сократить обязательно Понимаете? Мы без этого с вами никуда не можем двинуться Пусть ваш стол будет разнообразно И овощи, и каши, и всё Всё, и мясо обязательно Пусть оно будет нежирное Ради бога Да? Надо 15-20 грамм масла сливочного в день съедать Всё, ну, так есть Но только, пожалуйста, сократить количество Несмотря на то, что вы 5 раз в день Питаетесь Сократить на четверть На 25% Потому что первая наша с вами задача Начать сбрасывать вес Теперь, значит, это второе Сократить на 25% Количество Количество принимая пищи Теперь третье Значит, посмотрите, что происходит Тогда, когда мы с вами Съедаем, так сказать, достаточно большое количество Пищи При этом не двигаемся Как правило Особенно жители больших городов Всё, всё наше движение Вся наша физическая нагрузка Ну, кроме тех людей Кто занимается Физическим трудом В основном Спуститься из квартиры К подъезду Сесть в троллейбус Или в автобус Поехать до работы Подняться Войти в кабинет И сесть Вот эти все физические нагрузки Которые мы с вами испытываем Даже если мы потом идём в магазин Покупаем продукты Всё это занимает У нас с вами По жизни Занимает микроскопическое время А ведь едим-то мы Кстати, сказать, по рекомендации врачей По полной программе Колораж, как говорят Обеспечиваем себе целиком Соответственно, мы обеспечиваем условия При которых количество энергии Которые, надо сказать Превалируют над всем Излишнее количество энергии Куда она девается? Она же не может исчезнуть просто так Понимаете? И вот эта энергия Становится жиром Вот тем лишним весом Который мы с вами накапливаем Вот оно в чём дело-то Понимаете? Именно поэтому надо количество еды сократить И добавить ещё кое-что Но вот об этом мы с вами поговорим Сразу же после перерыва Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!